МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В информационной студии телеканала Север Елена Ванцева. В эфире новости дня. Раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в Ненинском округе выросла в разы. Нарушители закона получили реальный срок отбывания наказания. Компания по заготовке оленины вышла на завершающую стадию. План по убою выполнен практически полностью. В Наринмаре отменили традиционные крещенские купания. Виной этому установившаяся теплая погода. После оглашения ежегодного послания президента России Федеральному собранию Российской Федерации, которое состоялось 15 января в Москве, правительство России в полном составе во главе с премьером Дмитрием Медведевым подало в отставку в связи с внесением изменений в Конституцию Российской Федерации. Президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину стать новым премьер-министром. Глава государства провел встречу с Мишустиным, предложив ему пост председателя правительства. Он согласился, и его кандидатура была внесена на рассмотрение депутатов Государственной Думы. Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу с апреля 2010 года. До прихода в налоговую службу занимался бизнесом и работал на различных должностях в правительстве России. Имеет степень доктора экономических наук. Женат, имеет трех сыновей, увлекается хоккеем. Должность премьера стала вакантной после того, как Дмитрий Медведев 15 января объявил об отставке правительства. По инициативе Путина он перейдет на должность заместителя председателя Совета безопасности, который возглавляет сам президент. Транзит власти стартовал. Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию инициировал внесение поправок в Конституцию, которые радикально меняют систему госуправления в России. В частности, он предложил закрепить в Конституции статус Госсовета, наделить Госдуму правом утверждать не только кандидатуру премьера, но и всех членов правительства, убрать оговорку о том, что президентам нельзя избираться более двух сроков подряд. Кроме того, Путин предложил конституционно запретить приоритет национального законодательства. перед международными нормами и провести для этих целей референдум, отметил в своем комментарии к посланию депутат Государственной думы от Ненинского округа Сергей Коткин. «Все, что предложил президент, мы будем обсуждать с избирателями во время региональных недель и при принятии решений опираться на мнение людей. Здесь, как нигде, надо семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать», – сказал Сергей Коткин. Добавю, что любые изменения в основной документ России – это очень серьезно. Раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в Ненинском округе выросла в разы. А лица, причастные к этим правонарушениям, получили реальные сроки отбывания наказания. И немалую роль в этом сыграли представители общественности, от которых в окружную полицию поступала информация о лицах, которые употребляют и распространяют наркотики. За отчетный период прошлого года в одном из учебных заведений округа был зафиксирован факт распространения СНЮСа, так называемого жевательного табака, несовершеннолетним. Мы провели мероприятие, установили, что несовершеннолетний приобрел это вещество в одном из магазинов города Наримара. Мы провели мероприятие, изъяли в одной из торговых точек. Сейчас проводится проверка. Также были выявлены факты и в других учебных заведениях. Мы провели профилактику в данных учебных заведениях. Сейчас мы провели также профилактику среди всех предпринимателей, чтобы не было факта распространения данной заразы в нашем округе. Всего за отчетный период 2019 года правоохранительными органами зарегистрировано 38 наркопреступлений, 37 из которых – сбыт наркотических средств. Кроме того, один человек привлечен к ответственности за хранение наркотиков, которые он приобрел по почте. Кроме того, в течение года выявлялись лица, которые выращивали марихуану в своих домашних условиях. Они также привлечены к административной и уголовной ответственности. Выявлена почти львиная доля у нас сбытчиков, занимающихся перепродажей, сбытом наркотиков в регионе. Помимо этого, проводилась плановая работа по изъятию наркотиков в регионе. 50 грамм у нас изъято наркотиков. В основном это растительного происхождения, наркотики марихуана, гашиш. А также были выявлены факты распространения так называемых спайсов, то есть синтетических наркотиков. Два факта было выявлено. Один в мае, другой в декабре. Лица, которые сбывали эти наркотики, они установлены. Также правоохранителями проводилась работа в сфере легального оборота наркотиков. Речь идет о тех организациях, где хранятся наркотические вещества. В результате плановых проверок одно юрлицо привлечено к административной ответственности за неправильное хранение и введение документации в сфере легального оборота. Нарушителю назначен штраф. Всего за 2019 год в суд было направлено 23 уголовных дела в сфере незаконного оборота наркотиков. По словам Евгения Солоновича, в целом процент раскрываемости преступлений в 2019 году составил 57,5%. В Ненецком округе завершилось голосование по проектам, участвующим в программе НАУ-100. Напомним, проект НАУ-100 должен стать дорожной картой по реализации на территории Ненецкого автономного округа национальных проектов, объявленных президентом России Владимиром Путиным и стратегией развития региона до 2030 года. Участие в голосовании приняли 175 проектов. Более 700 жителей округа отдали свои голоса за инициативы земляков. Все проекты поделены на 12 категорий. Транспортная инфраструктура, развитие сельских населенных пунктов, благоустройство территорий, ЖКХ, спорт и активный образ жизни, природа и экология, образование, культура, цифровизация, здравоохранение, развитие промышленности и другое. Ответственные лица будут назначены, губернатор определит сроки исполнения и, скорее всего, мы будем уже рассчитывать на объем денежных средств, которые будут в бюджете. Это же 10-летняя программа в любом случае. Прогнозировать сейчас достаточно сложно, но, как сказал губернатор, все 100 проектов, которые есть, они будут исполнены. Это желание жителей, и округ будет выглядеть так, как хотелось жителям. Сейчас данные голосования обрабатываются. 100 проектов, набравших наибольшее количество голосов, войдут в 10-летнюю программу развития региона. Первое в новом году заседание комиссии депутатов окружного собрания состоялось сегодня. Члены постоянной комиссии по вопросам государственного устройства и местного самоуправления обсудили результаты работы за прошлый 2019 год и наметили планы на текущий. В повестке дня заседания постоянной комиссии по государственному устройству и местному самоуправлению собрания депутатов – всего два вопроса. Первым делом собравшиеся подвели итоги работы за прошлый год. Так, во втором полугодии 2019 комиссии было проведено 4 заседания. Рассмотрено 14 вопросов, в том числе 13 законопроектов. По результатам принято 11 законов. Примечательно, что не поступило ни одного протеста прокуратуры Ненецкого округа. Что касается планов, то в приоритете работы комиссии – решение проблемных вопросов в интересах жителей региона. Например, снижение стоимости бензина на селе. Мы говорим о бензине, который стоит в сельских населённых пунктах более 100 рублей за литр 92-го. По понятным причинам, в этом не виновата ни администрация, ни собрание депутатов. Это подоксидный товар и, соответственно, налоговым кодексом с 181-й статьей мы не можем субсидировать его никоим образом. Ну а доставка, вы сами понимаете, очень сложная логистика, чтобы привезти бензин в сельские населённые пункты. И стоимость его возрастает до 100, а порой до 120 рублей. То есть 26 тысяч рублей за бочку. Этот вопрос уже обсуждался депутатами в прошлом году. Намечены пути решения. В частности, региональные парламентарии намерены решить вопрос на уровне окружного законодательства, либо обратиться с инициативой в Государственную Думу. Ещё один не менее важный вопрос, который члены комиссии планируют рассмотреть в первом полугодии Нового года – распределение полномочий. Это вопрос по полномочиям. 95-й окружной закон. Это когда были перераспределены полномочия между органами государственной власти и местного самоуправления. Там есть вопросы, которые необходимы, спорные вопросы в том числе, которые необходимо будет решить. Кроме того, Александр Чурсанов отметил, что в новом году одним из основных направлений в работе депутатов окружного собрания станет приведение в соответствие окружного законодательства с федеральным. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». И теперь о ситуации на главном зимнике региона. По информации диспетчерской службы «Стройуниверсал», сейчас временная дорога, соединяющая Наринмар с Республикой Коми, открыта для движения только грузового полноприводного транспорта. Ситуация на трассе меняется ежечасно и зависит от погодных условий. По информации подрядной организации, в настоящее время на зимнике работает техника. Семь водовозок проливают переметные участки проезжей части. Четыре бульдозера выполняют разбивку снежных переметов и снежной бровки после метели. На подъемах у рек Шапкина и Лаевош дежурят два трактора. В диспетчерской службе напоминают, при планировании поездок за пределы региона жители должны оценивать возможности своих автомобилей и учитывать погодные условия в тундре, в том числе прогнозы синоптиков. При этом смотреть прогноз необходимо не по Наринмару, а по поселку Харивер, который находится вблизи зимней дороги. Для того, чтобы зимняя дорога была открыта в течение более длительного времени, необходима устойчивая морозная погода и отсутствие большого количества осадков. На автобусном маршруте «Искатели-Красная» новый перевозчик. По итогам торгов аукцион выиграл индивидуальный предприниматель Анатолий Курленко. Как сообщили в администрации Заполярного района, муниципальный контракт с перевозчиком будет заключен в течение 10 дней. Согласно условиям контракта, перевозчик должен будет с 1 февраля по 1 июня выполнять подвариеса в день из поселка «Искателей» в Красное. На маршруте он должен использовать автотранспортные средства вместимостью не менее 20 человек. У победителя аукциона есть в собственности необходимая техника и получены лицензии на пассажирские перевозки. Контракт рассчитан на весенний период до момента снятия моста через реку Куя. После возобновления сообщения с Приморско-Куйским сельсоветом планируется заключить новый контракт уже на год. В Заполярном районе также пояснили, что стоимость проезда для жителей не изменится. Взрослые пассажиры должны будут заплатить 250 рублей, дети и льготники – 150. К последним относятся женщины старше 50 лет и мужчины старше 55, ветераны труда и ветераны труда НАО, пенсионеры, студенты очной формы обучения и школьники. В Индиге на финишной прямой подготовка к запуску образовательного процесса в новом здании школы. В образовательном учреждении уже смонтировано компьютерное и интерактивное оборудование общей стоимостью порядка 8,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте окружной администрации. До конца января в поселок доставят оборудование и инвентарь для занятий спортом, уроков технологий, учебные пособия, мебель, а также оснащение для пищеблока школы. После поставки всего объема оборудования и инвентаря, необходимого для организации образовательного процесса и плановых проверок надзорных органов, будет проведена процедура лицензирования и организован учебный процесс. Средства на оснащение здания образовательного учреждения выделены администрацией Ненецкого округа в рамках соглашения о сотрудничестве с компанией «Русвет Петро». Напомним, работы по возведению школы в Индиге возобновились в 2018 году, после длительного перерыва. Строительство школы на 150 мест началось еще в 2012 году. Тогда за Полярным районом был заключен муниципальный контракт на общую сумму 440 миллионов рублей. Средства предполагалось выделить из бюджетов трех уровней – федерального, окружного и муниципального. С тех пор сменилось два субподрядчика, а деньги были освоены лишь на 61%. Весной 2018 года главой Ненецкого округа Александром Цибульским было принято решение о передаче шестилетнего долгостроя с муниципального уровня на региональный. Летом 2018 года с компанией «Стройуниверсал» был заключен договор подряда, и в декабре 2019 года все работы по строительству были завершены. Очистные сооружения в поселке Искателей будут готовы к сдаче в середине февраля. В настоящее время подрядчик приступает к пусконаладочным работам на холостом ходу. Технологические емкости объекта начали закачивать водой. По словам заместителя главы администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Надежды Михайловой, до конца месяца подрядчику предстоит проверить все циклы очистки на объекте. По оценкам строителей, очистные с учетом исполнительной документации и проверки Государственной инспекции строительного и жилищного надзора НАО будут готовы к вводу в эксплуатацию в течение февраля, сообщила Надежда Михайлова. После ввода в эксплуатацию очистные сооружения начнут принимать на очистку сточные воды от социальных объектов и жилищного фонда поселков Искателей и Красное. Напомню, подрядчиком по строительству объекта является компания «Спинакс». Цена муниципального контракта составляет более 406 миллионов рублей. В Заполярье на завершающую стадию вышла компания по заготовке оленины. План по убою выполнен практически полностью. Так, например, в окружную столицу накануне была доставлена финальная партия мяса из Коткинского убойного пункта Наринмарского мясокомбината. О том, как перевозят сырье для производства колбас, консервов и полуфабрикатов, в репортаже Алины Ваучейской. Ранним утром винтокрылая машина берет курс на Коткина. Спустя 40 минут – посадка в старинном русском селе. Здесь уже все готово к погрузке мяса. Это Ми-26 – самый большой в мире эксплуатируемый вертолет. Именно на таких винтокрылых махинах из отдаленных уголков Заполярье в столицу Ненинского округа доставляют оленину. Всего на борт вмещается до 20 тонн мяса. Для перевозки сырья в промышленных объемах на Крайнем Севере воздушный вид транспорта – самый оптимальный вариант. В этом мясокомбинату помогают экипажи 2-го Архангельского объединенного авиаотряда. Климатические условия, да, в этих широтах такие переменчивые. За час может поменяться погода. Сначала хорошо, потом станет туман. Такие своеобразные погоды здесь все равно. Взвешивание – финальная и обязательная процедура перед тем, как оленину направят на производство. Убой в Коткинском пункте завершили еще в декабре. Заготовили порядка 80 тонн, из них 60 – для Нарьинмарского мясокомбината. До отправки сырье хранилось в современной морозильной установке. Три хозяйства изготавливают и в пределах 3000 штук олени. Мясо не стараюсь одна принимать, потому что мне считать надо, где-то отвлекут, где-то собьюсь. Тут присутствуют и участковый наш со мной, и ветеринар. Убойный пункт Нарьинмарского мясокомбината в Коткино функционирует с 1982 года. Сегодня на заготовке и отправке мяса трудится порядка 27 сотрудников, коллектив довольно-таки молодой. Единственное, чем обеспокоены работники – состояние инфраструктуры пункта. Требуется ремонт основного здания и обновление кораля. У нас убойный пункт старый, 1982 года, требует уже серьезного ремонта. Мы частично ремонт проводили уже в августе, в сентябре месяце этого прошлого года. Но посерьезнее ремонт нам предстоит провести летом от нынешнего года. На сегодняшний день по убойным пунктам нашего предприятия «Мясопродукты» – это НИСИ, здесь, в Коткино и в Нижней Пёше – была проведена убойная кампания в полном объёме. И то, что мы по программе планировали, это всё было сделано. В ближайшие дни из убойных пунктов в Нарьинмар доставят ещё несколько десятков тонн оленины. Ну а следом сырьё пойдёт на производство излюбленной горожанами мясной продукции. Кстати, в этом году предприятие значительно расширяет рынок сбыта. Уже на следующей неделе приобрести колбасы, консервы и полуфабрикаты смогут жители Архангельска. Также есть договорённости по открытию точек продаж в Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге и Уфе. Алина Волчейская, Владислав Носкин, телеканал «Север», село Коткино, Ненецкий округ. В Нарьинмаре отменили традиционные крещенские купания. Виной этому установившаяся тёплая погода. Такое решение принято сегодня по итогам совещания в администрации Нарьинмара со спасательными службами представителями Нарьинмарской и Мизенской епархии. В России крещение Господне традиционно сопровождается купанием в прорубях и орданях. В Нарьинмаре компания «Чистый город» ещё 14 января приступила к работам по обустройству купели. Однако, ввиду погодных условий, работы были прекращены. Работы по обустройству места проведения крещенских купаний были приостановлены. В этом году и ордань не будет обустроена, а будет обустроено только место для забора воды. Это вызвано тем, что очень сильно выдавливает воду. Вблизи купели в ночь с 18 на 19 января для обеспечения безопасности будут дежурить служба спасения, подразделение МВД и сотрудники МЧС. В процессе проведения всего мероприятия сотрудники ГИМС будут осуществлять дежурство с целью обеспечения безопасности людей на водном объекте. Однако, даже с отменой купаний великому христианскому празднику – быть. Крещенскую ночь в Богоявленском кафедральном соборе состоится божественная литургия. Ну а 19 января будет совершен крестный ход на Качгартинскую курью. Богоявление – действительно наш кафедральный престольный праздник, сугубое торжество, в преддверии которого я всем желаю помощи, Божьей радости, обновления жизни и Божьей помощи. С наступающим праздником! Такова информационная картина дня. Далее прогноз погоды.